Всем привет-привет. Давайте начинать. Тема моего сегодняшнего доклада «Разделяй и контролируй. Как применять подход QualityGate в проектах с сейф-методологией?» Давайте познакомимся. Меня зовут Аспидова Мария. Я работаю тест-менеджером в компании Ростелеком и отвечаю за тестирование стека BSS-OSS систем для сегмента B2B. Немного подробнее про это расскажу чуть позднее. Итак, о чем мы сегодня будем разговаривать. Во-первых, мы поговорим о проекте и о его специфике. Во-вторых, я немного расскажу о методологии сейф и о том, какой процесс тестирования у нас выстроился после перехода на эту методологию. Далее я расскажу о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, и какие из них мы хотели решать внедрением QualityGate. Покажу, какие QualityGate у нас получились, расскажу, с какими сложностями мы столкнулись при внедрении и как мы их решали, и посмотрим итоговые слайды, которые отражают результаты внедрения процесса на собранных продуктовых метриках. Итак, погнали. Начнем разговор о проекте. Наш проект – это проект разработки, тестирования и внедрения стека BSS в SES систем для сегмента B2B компании Ростелеком. Традиционно в телеком-бизнесе к стеку BSS систем относят системы, необходимые для взаимодействия с клиентом. Например, это система выставления счетов, портал самообслуживания, система, в которой сейлс-агент может продать и зарегистрировать сим-карту и так далее. Стеку BSS систем – это программное обеспечение, необходимое для взаимодействия с коммутаторами, сетевыми элементами и так далее. То есть программного обеспечения достаточно много, система большая. Помимо этого, у нас, помимо наших систем, у нас есть большое количество внешних интеграций, более 60. И интеграции эти реализованы очень разнообразно. Это как горизонтальная и вертикальная интеграция, это полная комплекция возможных интеграционных протоколов взаимодействия, там, HTTPS, MPQ и так далее. Также у нас реализованы сложные и разветвленные end-to-end сценарии, например, продай там такой продукт, перейди на этот шаг, сконфигурируй этот продукт, вернись на два шага, подожди два дня выезда монтажника. Вот какое-то такое. И сложная структура продуктового каталога, и сам продуктовый каталог тоже очень объемный. Также мы работаем в системе с распределенным определенным отказоустойчивым IT-ландшафтом. Помимо того, что у нас много систем, у нас высокая связанность компонентов внутри одной системы. На проекте участвуют 11 команд разработки, это 250 плюс человек, то есть проект очень большой. И работаем мы по методологии SAFE с релизным циклом три недели. Так, я перешелкнула лишнее. Сначала я немного хотела бы рассказать кратко о методологии SAFE, что это за фреймворк, и потом уже посмотрим на слайд, как у нас с учетом этой методологии отстроилась схема тестирования. Если говорить совсем кратко, SAFE — это agile для больших команд от 50 человек. Как и привычный нам agile, SAFE фреймворк строит свою работу вокруг поставки бизнес-ценности. Но в отличие от agile, поставка бизнес-ценности происходит не от одной команды, а от нескольких команд. И задача команд в рамках удобного метода разработки создавать ценности, следуя определенному релизному циклу. И тут есть несколько терминологий, несколько определений, которые я буду использовать в дальнейшем. Во-первых, это agile release train. Это команда, состоящая из нескольких команд. У нас это 11, 250 плюс человек. Каждый из которых работает по agile. Они объединены общей задачей поставки общей бизнес-ценности, и у них есть распределенный на эту задачу сколп со сроками. Следующее понятие — это интервал планирования, временной интервал, в течение которого наш поезд релизов создает какую-то бизнес-ценность. Следующее понятие — это PI-планирование, такое крупномасштабное регулярное мероприятие, на котором вся наша команда, все стейкхолдеры определяют основные вехи, задачи и сроки релиза. И систем-демо — это демонстрация системы, всем знакомая, когда все заинтересованные могут посмотреть на прогресс, задать вопросы и оценить результаты нашего релизного поезда. Итак, с учетом этой специфики, какая у нас получилась упрощенная схема тестирования? Нулевой шаг у нас — это PI-планирование, с чего мы начинаем. Это мероприятие, на котором проходит планирование состава релиза на ближайший квартал. Хотела бы немного рассказать подробнее о том, как он у нас проходит. Релиз всегда начинается с PI-планирования, на нем определяют задачи на ближайший квартал для всех команд, и по итогам PI-планирования определяется скоб задач, список рисков и формируется программная доска, по которой потом работают все команды. В планировании важно отметить, что в планировании принимает участие вся команда. Это и аналитики, и стейкхолдеры, и разработчики, и представители команды тестирования. И если кто-то не может участвовать в PI-планировании, представитель какой-то команды обязательно должен оставить за собой замену. При планировании на таймлайне определяется список задач, далее по ним команды дают оценки, и определяется, что важно зависимость между задачами и между командами, и определяются риски. И таким образом мы получаем итоговый, пока еще верхнеуровневый скоб, размеченный по временным интервалам. Я еще раз хочу отметить, что у нас в этом процессе участвует также команда тестирования, то есть тестировщики подключаются на этапе PI-планирования. И они также участвуют совместно с командами разработки аналитиков и продукт-тоунеров в процессе оценки рисков и оценки трудозатрат. Квартал начался. Мы определили верхнеуровневый состав скоба на ближайший квартал. И дальше итеративно у нас проходит несколько релизов. Релизный цикл у нас три недели. Внутри каждого релиза мы проходим следующие этапы. Во-первых, начинаем мы всегда с детального планирования релиза, когда берутся задачи, назначаются уже на конкретных исполнителей, собираются определенные сроки, определяются технологии, пишут дизайн, по которым все это будет разрабатываться. Обсуждаем с продукт-тоунером список показов. Планируем работы по тестированию, то есть начинается тест-дизайн. Следующий этап — это, собственно, сам релиз, когда начинается разработка кода, подготовка систем к системному интеграционному тестированию и подготовка к N2N-тестированию — это, собственно, тест-дизайн. Красными стрелочками, я сразу скажу, у меня отмечены quality-гиты, но о них мы будем разговаривать чуть позже. Следующий этап — это тестирование на стендах разработки. Здесь мы проходим регресс автотестами, здесь мы проходим компонентное тестирование. При необходимости мы делаем показы на раннем этапе, особенно это касается сложных и очень сложных эпиков, для того, чтобы убедиться, что мы в процессе разработки не ушли куда-то не туда. И также при необходимости мы проводим раннее тестирование. Системный интеграционный, N2N, зависит от того, какое у нас влияние оказывает новый функционал. Следующий шаг — это тестирование на интеграционных стендах. Интеграционных стендов у нас два. Это, собственно, интеграционный стенд и его клон. Там мы проходим авторегресс, системное тестирование, N2N, и проводим финальные показы. И последний этап — это тестирование на препродуктивной среде. Здесь автотесты и, собственно, финальное тестирование сборки. Если все хорошо, вся эта история отгружается в эксплуатацию и устанавливается на промышленную среду. С какими же проблемами мы столкнулись при переходе на методологию, на использовании этой технологии? Держим в уме, что проект большой и очень большой. 250 плюс человек — это много. Первая проблема — это сложности в оформлении и приоритизации дефектов. Она появилась приблизительно следующим образом. Команда начинает, например, раннее тестирование, находит у себя какой-то дефект и приоритизирует его самостоятельно. И, исходя из влияния только на свою часть, которую они знают, они считают, что это низкоприоритетный дефект, и он совсем неважный. Из-за этого дефект либо не оформляется совсем, либо оформляется как низкоприоритетный, попадает на более высокие стенды. Оказывается, что он является блокирующим для смежной команды. НТН-тесты у нас остановились. Мы потеряли время доставлять на более высокие стенды исправление дорого. Следующая проблема, она на самом деле тоже связана немного с предыдущей. Это сложности в горизонтальном взаимодействии команд. Очень много общения и договоренностей в личных сообщениях, которые плохо manageable. Большое количество сообщений и договоренностей по чатам, которые достаточно сложно отслеживать. И все это приводило к тому, что информация о состоянии релиза, информация о дефектах, она не попадала к лицам, принимающим решение о качестве релиза. И команды не были в курсе проблем, с которыми сталкивались соседние команды. Из-за этого, опять же, все это находилось на достаточно поздних этапах интеграционного тестирования и удлиняло нам сроки теста. Все это привело к тому, что мы стали понимать, что нам нужно проводить регресс на более ранних этапах, а не вытаскивать все эти проблемы на интеграционном стенде, когда половина команд сидит и ждет, не может пройти свой end-to-end из-за того, что кто-то принес на интеграционный стенд свой дефект. Следующая проблема, это прямо из любимого, связана с тем, что разработчики отгружали код в релизную ветку до завершения разработки или аналитики. Они начинали дебажиться и отлаживаться вместе с тестировщиками. То есть вот мы что-то сделали, начинают тестировать, вылавливать дефекты, додумывать на ходу, как это должно работать. Естественно, мы получали очень большую нагрузку на команду тестирования из-за большого количества раундов, которые приходилось проводить для стабилизации кода. Поэтому ни о каком, естественно, раннем регрессе речь идти не могла. Нам бы успеть дотестировать хоть как-то новый функционал, потому что он в таком плохом качестве. И следующая проблема, они все у нас на самом деле очень связаны, это отгрузка на интеграционный стенд до завершения тестирования на стенде разработки. То есть нам что-то загрузили для тестирования на стенде разработки, недоделанное, полудоделанное. Мы совместно с аналитиками, с разработчиками это все отдебажили, дотестировали. Что-то успели, что-то не успели. И все это попадает на интеграционный стенд, где в итоге end-to-end в очень плохом состоянии. Естественно, это все приводило к увеличению количества дефектов на проме, ну и к ревеню лосс и к недовольству заказчика. Что же мы хотели, какие проблемы мы хотели решить внедрением подхода с quality-гейтами и в целом, какой у нас был образ желаемого результата. Во-первых, мы, конечно же, хотели выровнять качество компонент стека BSS и OSS внутри проекта. То есть у нас были традиционно команды с максимальным количеством дефектов, которые они получали с прома. За метрику качества мы здесь взяли количество дефектов, пропущенных на пром. У нас традиционно были команды, у которых было стабильно плохо, традиционно были команды, у которых было стабильно не очень плохо, и традиционно были команды, у которых стабильно очень хорошо. Естественно, хотелось бы сделать этот процесс более управляемым и понимать, на каком этапе мы теряем качество. Для того, чтобы, опять же, было понятно, что пошло не так, где мы свернули не туда, и что с этим можно сделать. Далее хотелось бы получить следующий результат, который мы хотели получить, внедряя QualityGate. Мы хотели увидеть единый процесс оценки соответствия критериям качества для всех компонентов стека. Компонентов много, систем много, и мы просто не хотели утонуть в репортинге, собирая по всем командам результаты их работы, проводя встречи с репортингом на всех заинтересованных лиц, хотели получить единый процесс оценки. Следующее. Хотели онлайн-отчетность по ключевым метрикам и статусам готовности, доступные всем участникам проекта. Потому что, да, команда большая, одни люди делают разработку, другие люди принимают решение о том, достаточно хороший или недостаточный для вывода его на прот. И, естественно, нам было очень важно, чтобы информация о состоянии релиза, она, во-первых, была репрезентативной, во-вторых, она была, ну, скажем, условно онлайн, то есть она не обновлялась бы с очень большой задержкой, да, и она бы была доступна в любой момент времени всем заинтересованным лицам и участникам проекта. В том числе и командам, чтобы они могли смотреть, у кого что и у кого есть какие дефекты. И последний наш вопрос, который мы хотели решить внедрением quality gate-ов, это, конечно же, сократить количество дефектов, пропущенных на промышленный стенд. То есть мы это использовали как основную метрику для оценки качества наших команд-компонент, насколько они хороши и насколько плохи. И мы же поставили себе это как основную метрику для оценки, насколько хороший или плох наш финальный результат, и работает наш процесс или не работает. Графики посмотрим в конце. Итак, какие же у нас в итоге получились quality gate-ы? Давайте посмотрим. Я не буду сильно прыгать, чтобы не сильно прыгать между слайдами. Здесь бы, конечно, было хорошо совместить слайд с этапами процесса тестирования и с финальными quality gate-ами, но я буду просто напоминать те проблемы, с которыми мы сталкивались, и какой у нас получился quality gate. Для начала давайте вспомним, что такое quality gate-ы. Quality gate-ы – это некий условный шлюз качества, который ставится на... на этапе, на этапе, результаты которого зависят от предыдущего этапа, и мы не переходим к следующему этапу в том случае, если у нас на предыдущем этапе шлюз качества не пройден. И если мы вспомним наш процесс тестирования, когда у нас сначала идет PI-планирование, потом идет разработка, потом тестирование на стенде разработки, тестирование на интеграционных стендах, то есть у нас действительно последовательный процесс, результаты каждого следующего этапа зависят от результатов предыдущего этапа. И в целом идея quality gate-ов, она прекрасно ложится на наш процесс. Какие же у нас получились quality gate-ы? Первый quality gate, он ставится после завершения разработки и до передачи кода в тестировании на стендах разработки. То есть мы вспомним, что у нас была проблема, связанная с тем, что задачи отгружались в ненадлежащем качестве до завершения разработки, до завершения иногда даже аналитики. И мы хотели поставить какую-то метрику, которая бы нам показывала, насколько у нас тут все хорошо или насколько у нас все плохо, и как команды вообще в принципе нарушают это, не нарушают, какие команды нарушают, и есть ли здесь проблемы. Вот поэтому поставили первый quality gate, контролируется он релиз менеджером, и он звучит следующим образом. То есть у нас пройден код-ревью, покрытие кода юнит-тестами ниже 70%. У нас пройдены целевые метрики SonarCube, мы его используем для метрика качества покрытия кода юнит-тестами. Пройден запланированный объем автотестов, ну скажем, по тем задачам, по которым они уместны. Разработка у нас также пользуется нашими автотестами, вот отсюда здесь этот шаг. И отсутствуют дефекты высшего высокого приоритета. Только в этом случае у нас задача передается в тестирование на стенде разработки. И следующая проблема у нас была связана с тем, что тестирование на стенде разработки не завершается, и мы все, мы переезжаем спокойно на следующий стенд. То есть здесь тоже хотелось понять, где мы свернули не туда. Есть ли какие-то проблемы, и опять же, какие из команд в каком качестве передают тестирование свои компоненты на интеграционный стенд. Поэтому мы поставили QualityGate здесь. Он звучит следующим образом. Пройден запланированный объем автотестов автоматического регресса. Пройден запланированный объем тестов для раннего тестирования. Это ручные тесты нового функционала и ручной регресс при необходимости. Проведены запланированные показы продукт-тоунером, там, где они были запланированы, и опять же, где они необходимы на раннем этапе. И отсутствуют дефекты высшего и высокого приоритета. На следующих слайдах мы посмотрим на виджеты, как у нас собираются эти метрики, как они визуально выглядят. На самом деле все очень просто и логично. Следующие QualityGate — это QualityGate 3 и QualityGate 4. Они оба собираются у нас с интеграционных стендов. Их у нас два. Первый — это клон интеграционного стенда, на котором мы проверяем автотесты, проверяем при необходимости какие-то ручные сценарии. И внутри релиза у нас есть несколько стабилизационных сборок. Вот если вот этот QualityGate у нас пройден, то наша стабилизационная сборка отгружается уже на интеграционный стенд, где ручные тестировщики приступают к, собственно, полной проверке сквозных сценариев. И вот здесь мы контролируем, что сквозные сценарии у нас пройдены, запланированные. Это и автотесты, и ручные тесты по новому функционалу, и ручной регресс. Что мы запланировали и провели все показы для Product Toner. Мы провели раннее нагрузочное тестирование. У нас нет высоких дефектов и высших дефектов. И также у нас есть метрика. Я думаю, как бы быстренько объяснить, как она звучит. Условно, это порог дефектов среднего и низшего приоритета. Мы считаем соотношение общего количества средне-низких дефектов по отношению к общему количеству тест-кейсов, для того, чтобы у нас их не было слишком много. То есть если у нас средне-низких дефектов очень много, то понятно, что пользователи будут все равно постоянно в них втыкаться, и все равно это будет накапливать какое-то недовольство. То есть система не должна быть слишком плохой. QualityGate 2, 3, 4 у нас контролируется руководителем отдела интеграционного тестирования в лице. У меня. И если здесь мы qualityGate этот проезжаем, то передаем это все в тестирование и эксплуатации на препродуктивном стенде. Они проверяют свои эксплуатационные сценарии, проверяют свои автотесты, проверяют, что завершено нагрузочное тестирование, и что по результату у нас нет дефектов высокого и высшего приоритета. И тогда мы принимаем, что сборка достаточно хороша, и мы поехали на проду. Самое интересное. Как же мы все это внедряли, и с какими сложностями мы столкнулись при внедрении регламента. Сначала расскажу про этапы внедрения qualityGate, как же мы их определяли. Сначала мы собрали обратную связь от продуктового офиса и эксплуатации и определили, в принципе, критерии, какие мы хотим. Потому что понятно, что экзит-критерии можно определять сколь угодно строгими, но то есть они у нас, с одной стороны, должны удовлетворять требованиям и ожиданиям бизнеса по качеству, с другой стороны, ну, наверное, они должны быть хотя бы достижимыми. Определили критерии, согласовали с продуктовым офисом и с эксплуатацией. Далее мы проводили пилотный запуск в одной из команд. Сразу скажу, мы взяли команду с средним качеством, то есть это не самая плохая команда, но и не самая беспроблемная команда. Мы взяли средненькую для того, чтобы посмотреть, насколько им будет удобно работать по новому процессу и отслеживать дополнительные вехи по количеству дефектов, по пройденным тест-кейсам, как им будет удобно все это оформлять, с какими проблемами они столкнутся. Соответственно, скорректировали показатели для того, чтобы они были более feasible, провели тиражирование на команды, объяснили всем командам, как этим пользоваться, и организовали регулярный мониторинг показателей и репортинг проблем. С какими же проблемами мы столкнулись при внедрении этой истории? Во-первых, так как проект большой, quality gate-off у нас получилось очень много, то есть 5 quality gate-off — это достаточно много, 5 этапов. Нам пришлось написать очень объемные регламенты по работе с дефектами, по работе с тест-кейсами, как мы работаем с регрессионной моделью, какие мы расставляем метки, в какие папки мы все это складываем, где у нас компонентные тесты, где у нас M2N-тесты, просто для того, чтобы у нас собирались удобно и быстро финальные виджеты. Естественно, мы столкнулись с огромным недовольством практически всех команд. Это все очень сложно. Мы не будем это читать, мы не будем этим пользоваться, с этим невозможно работать. Вообще, что вы тут нам показываете? Чего вы тут бюрократию разводите? Решали мы… Ну, тут как все очень просто, но безумно сложно. Решали коммуникацией. Что мы сделали? Во-первых, мы организовали еженедельные встречи на уровне тест-следов команд, где мы объясняли новые технологии, новые регламенты, объясняли, зачем они, рассказывали все изменения, каким образом, если они какие-то вносятся, получали от них обратную связь, отвечали на вопросы, снова получали обратную связь, снова отвечали на вопросы. И вот через какое-то количество итераций, по крайней мере, у нас на уровне тест-следов команда примирилась с тем, что, ну, с вопроса использования регламента, что вот с тест-кейсами нужно работать именно так, средств у них не получится. Помимо этого, для того, чтобы проконтролировать, что тест-следы доносили всю эту информацию, да, тестировщиков у нас были и продолжаются, на самом деле, еженедельные встречи на уровне команд, где мы собираем тест-следа, его команду тестирования, спрашиваем, насколько им понятны, удобны новые изменения, как они с ними работают, есть ли у них какие-то возражения, собираем также обратную связь. Это действительно очень помогает контролировать настроение внутри команды, потому что обычно, ну, у каждой команды есть какая-то своя специфика, да, и такой свой фирменный стиль работы. И вот чтобы хотя бы понимать, что у них в головах, насколько они там довольны, недовольны или недовольны, или чем, вот мы прям общаемся действительно с каждой командой очень трудоемко, очень трудозатратно, но гораздо все равно менее трудозатратно, чем пропускать дефекты на прот. Также мы сделали чек-листы для тест-следов разнообразные, для самоконтроля по работе с Jira. Да, не сказала, у нас основная бэктрекинговая система — это Jira и плагин Zephyr, чек-листы, мы им пишем даты, какой дате, им нужно что проверить, где расставить какие-то метки. Мы проводим в Antuan встречи обязательно со всеми тест-следами регулярно, для того чтобы мониторить настроение, и обязательно у нас тест-следы проводят в Antuan с участниками своей команды. Все это, по крайней мере, сделало нас ближе, сделало технологии ближе и понятнее. Все равно периодически возникают какие-то недовольства, но стараемся точно так же коммуницировать. И это была проблема на уровне команд тестирования. Следующая проблема была на уровне, в том числе и команд разработки, потому что основное возражение было, нам удобнее работать по-старому, то есть они были не готовы, что вот они работали-работали, сами принимали решения, а мы им тут воткнули какие-то требования, что вот простите, дальше вы ничего не разрабатываете, а все идете, чините то, что вы наразрабатывали до этого. И дальше мы сейчас, и дальше мы не пойдем, пока вы не исправите. Естественно, недовольство было огромным. Решали мы всю эту историю очень долго. И опять же, тут тоже все очень просто, но безумно сложно. Обычный процесс работы с возражениями. Собрать возражения, постараться понять причину возражения, постараться предложить что-то конструктивное в ответ. Опять же, приглашаем тоже лидов на наши регулярные встречи с тест-следами, для того, чтобы они тоже были в курсе, что мы тут им не навешиваем какие-то задачки сбоку, помимо их проектных задач. Но, к сожалению, с некоторыми мы не обошлись без эскалации, и все равно вопрос долго решался через эскалацию на общего руководителя. Так, что же у нас получилось? Давайте посмотрим, какие у нас получились метрики. Еще раз повторюсь, работаем мы с бактрекинговой системой Jira и с плагином Zephyr. Quality Gate 1 у нас находится в разработке. Это связано с тем, что у нас желаемый образ результата. Мы хотим в Jira видеть список дефектов, заведенных по результатам проваленных юнит-тестов. Вот с этой историей у нас есть сложности стандартные. То, что из коробки технологии нам предлагаются, они не работают. И требуется доработка. Поэтому пока Quality Gate у нас, к сожалению, контролируется в ручном режиме. У нас есть раз в три недели перед отгрузкой на интеграционный стенд встречи, когда мы проверяем, что все пройдено, и порог по юнит-тестам нас устраивает. Следующие Quality Gate у нас выглядят следующим образом. Первый Quality Gate, он же второй. Тестирование эпика кандидата в сборку завершено. То есть мы закончили тестирование на стенде разработки. У нас пройден 100% объем тестовых сценариев. У нас нет дефектов высокого и высшего приоритета. Структура у нас устроена приблизительно так. Есть задача, которая должна попасть в мини-релиз, в сборку. Под этой задачей мы привязываем тестовый прогон. В тестовом прогоне у нас тестировщики его набивают тест-кейсами. И все тестовые прогоны группируются в тест-планы. Тест-планов у нас ровно столько же, сколько у нас Quality Gate. И таким образом, рисуя виджет по тест-плану, мы можем оперативно отслеживать статус по ситуации на каждом из Quality Gate. Понятно, что степень актуальности здесь зависит от степени созданности команд и выполнения наших требований по актуализации тест-кейсов. Но за этим мы в любом случае всегда дополнительно следим. И в случае, если кто-то давно не актуализировал тест-кейсы, по крайней мере, можно задать вопрос. У вас там совсем все плохо, и вы дефект не завели, либо вы просто статусы кейсов не прощелкали. Также плюс у этой истории есть, что можно посмотреть этот виджет в другом представлении. Я здесь не стала его вводить на слайд. Это общее количество дефектов. И на большой команде действительно очень удобно отслеживать velocity, то есть скорость тестирования и прогресс. То есть, по крайней мере, можно предсказать, насколько быстро или насколько медленно бегут команды. Остановились ли они где-то, сколько времени, если мы потеряли какое-то количество времени, сколько мы-то с кейсов, например, проходим в день или в неделю, для того, чтобы хотя бы спрогнозировать, попадаем мы в плановое время завершения или нет. Почему я так подробно по этому рассказываю? Потому что, еще раз, команда очень большая. И опрашивать все команды. Ну, вот до того, как у нас устаканилась история с соблюдением регламентов, я действительно ходила к каждому-то следу, спрашивала тест-статус, и у меня занимало это на все команды часа четыре. И подвох в том, что пройдет четыре часа, за эти четыре часа все поменяется. Они еще что-то найдут, что-то случится. Вот поэтому для меня эти виджеты с точки зрения контроля были очень важны. Первый у нас, второй quality gate – это тестирование на стенде разработки. Третий quality gate – это тестирование на интеграционном стенде. Следующий quality gate – это тестирование, это регресс на интеграционном стенде. И следующий quality gate – это результаты тестов эксплуатации. Итак, давайте же посмотрим, какой профит мы получили от всей этой истории. Первую картиночку, которую я хотела показать, и я где-то потеряла у нее название. В общем, на самом деле, это тренд created resolved, то есть количество созданных и количество решенных высокоприоритетных дефектов с промышленного стенда. Начинали мы внедрять подход с первого квартала 2023 года. И тут мы видим, что тренд у нас не возрастает. Это означает, что у нас нет существенного увеличения количества дефектов на промышленном стенде, и емкости команды, высокоприоритетных дефектов, и емкости команд хватает для того, чтобы решать существующий беклог. То есть в целом нашу цель по улучшению ситуации на проде и по уменьшению количества пропущенных дефектов здесь можно считать достигнутой. Это же можно увидеть, посмотрев на графики, в абсолютном количестве дефектов с промышленной среды. То есть вот в первом квартале 2023 их было 42, в первом квартале 2024 их стало 22. То есть даже стало не хуже, а стало лучше. И последний график, который я хотела показать, это так называемая пирамида тестирования. Здесь мы можем увидеть фиолетовые кубики – это количество дефектов в процентном и абсолютном соотношении, найденных при тестировании на стендах разработки, то есть на низких стендах. Красные кубики – это тестирование на интеграционных стендах. И синие кубики – это тестирование на препроводе и на продуктивной среде. Сразу здесь оговорюсь, что четвертый квартал – он странный. То есть действительно здесь у нас пирамидка не перевернулась. У нас много дефектов, многовато дефектов на интеграционном стенде. Это связано со спецификой проекта. У нас очень большое количество очень сложных эпиков обычно уезжает на четвертый квартал. То есть они двигаются, двигаются, двигаются из-за большого количества рисков по таймлайну в течение года. Они все попадают на четвертый квартал, риски высокие. И вот, к сожалению, пока мы эту историю не решили, но мы на ней работаем. У нас в случае, если очень высокорисковый и очень сложный эпик, в котором много команд участвует, действительно все еще сохраняются риски и вероятность, что дефект будет пропущен на более высокий стенд. А так тренд достаточно приятный. И пирамидка, по крайней мере, у нас перевернулась. Это означает, что больше дефектов мы находим раньше, а исправление их обходится дешевле. Вторую оговорку, забегая, наверное, вперед, если будет вопрос, почему я не вынесла первый квартал 2024 года на эту картинку. Это связано с тем, что из-за политических мероприятий в марте у нас были заморожены фрисы, у нас были заморожены все работы на наших стендах. Мы не делали никакие поставки на прот, и тренды там по количеству дефектов, они не очень репрезентативные. Поэтому то, что происходит, будем посмотреть уже по итогам второго квартала. Итак, какие у нас получились итоги? Во-первых, мы увеличили стабильность производственного цикла. То есть действительно количество дефектов… Мы взяли основную метрику – это количество дефектов пропущенной команды на продуктивную среду. Мы хотели ее сделать понятной, измеряемой, контролируемой и управляемой. И мы увидели, что количество дефектов, которые мы пропускаем, стало меньше. Что в целом для такого большого проекта, я считаю, успехом. Shift-Left-тестинг в действии. Вот это именно он и есть. Когда больше дефектов мы находим на более ранних этапах, это означает, что меньше времени уходит на их исправление. Устранение обходится дешевле. Что мы хотим делать дальше? А дальше мы хотим как раз работать с этой историей по очень сложным и высокорисковым эпикам. Хотим митигировать риски по позднему обнаружению дефектов, в частности на интеграционном стенде. Для этого мы работаем над компонентными автотестами для раннего автотестирования на стенде разработки. Есть там определенные у нас технические сложности. Не хочу я здесь очень сильно отнимать эфирное время и рассказывать, почему у нас исторически сложился end-to-end-центричный подход к автотестам, но у нас end-to-end-центричный подход к автотестам, с которым мы сейчас пытаемся поменять и перейти к компонентам. Так как для очень наших длинных, разветвленных тестовых сценариев это существенно сократит время. И, соответственно, удешевив таким образом время раннего регресса, мы хотим находить больше дефектов, еще больше дефектов на более раннем этапе и сократить количество регресса, которые нам нужно проходить на более высоких стендах. сэкономим таким образом время и повысив качество. У меня почему-то перемешались слайды. Очень интересно. Ну и ладно. Я надеюсь, вам было полезно, и я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Сергей Альфа-Банк. У меня, наверное, два вопроса. Но они очень, эти два вопроса очень близки. Значит, первое. Есть ли какие-то люди или человек на проекте, который видит всю цепочку взаимодействия команд или цепочку взаимодействия продукта? Зачем? Почему? Значит, QualityGate 1, да, это DevStand разработческий. Там были найдены какие-то баги. Как ты говорила, команда такая. Низкий приоритет, нам не важно. На интеграции это блокирующая для другой команды. То есть кто определяет, что нет критических дефектов на DevStand, и, соответственно, если человек, который, да, видит все, то он может такие дефекты, наверное, разбирать и на самом первом этапе давать им корректный приоритет и критичность. Так, здесь, на самом деле, смешалось немного два вопроса. Да, я услышала, что здесь два вопроса. Первый вопрос. Кто ответственный? Я услышала так. Кто отвечает за продвижение нашего Agile Release Train на следующие этапы? То есть кто валидирует те результаты, которые отдает команда, принимает, что они достаточно корректные, да? И есть ли какой-то процесс, ну, скажем, условного триажа дефектов и приоритетов дефекта, который отдает команда, для того, чтобы понять, что… Все, я поняла, это один вопрос, действительно. Для того, чтобы мы понимали, что результаты, они верные. Перед вами. Да, действительно, мы этим занимаемся. На всех виджетах мы действительно видим те результаты, которые нам отдает команда. В том случае, если у нас есть какие-то сомнения, мы обращаемся для согласования приоритета к продуктовому офису и к эксплуатации, если мы там не уверены, если мы не согласны внутри команды, потому что, действительно, любимая история, что разработка говорит, это ерунда, мы быстро поправим. Бизнес говорит, мама дорогая, мы с этим жить не можем. Да, поэтому, да, у нас всегда есть арбитраж в лице наших продуктованеров. Контролирую я. То есть, действительно, у меня сейчас не занимает много времени проверка этих виджетов. Понятно, что степень их, скажем, корректности, да, зависит от степени осознанности команд. Но в этот вопрос мы действительно очень крепко вкладываемся и очень здорово, ну, как мне кажется, или мне хочется так думать, повысили лояльность команд к нашим технологиям. Я ответила на вопрос? Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Меня зовут Станислав, компания DT. У меня такой вопрос. В Quality Gate были обозначены успешные проценты выполнения автотеста. Скажите, какой процент у вас считается успешным? 70%. 70%. У нас бывает классическая история, связанная с тем, что автотесты всегда запаздывают. То есть, здесь, на самом деле, depends, ну, зависит от того, что мы выдали, потому что автотестов много, они N2N-центричные, длинные. И, действительно, у нас не всегда команда автотестирования, особенно в случае существенного изменения модели. Они успевают актуализировать. В этом случае мы в явном виде в протоколе тестирования указываем, что вот этот процент проваленного у нас из-за того, что мы не успели актуализировать. Я понял, у меня второй вопрос был с этим связан. Я видел, что функциональное тестирование новых фичей впервые делается ручным тестированием. И было интересно, как вы наверстываете автоматизацию, как включаете эти автотесты в регрессию для новых изменений. Смотри, у нас вот такая история. Разработчик делает какую-то доработку, делает в своей фичеветке. То есть он отводит себе ветку от мастера, что-то туда подлил. Это отдается на стенд разработки тестировщику. Он что-то проверяет. Если все хорошо, он говорит, окей, вливаем в мастер. При этом мастер у нас, ветка обновляется... Сейчас. Результаты с мастер-ветки еженочно у нас заливаются на отдельный дейли-стенд. Я не стала про него рассказывать. У нас это называется стенд-тест, где пробегает уже существующий объем регрессионных автотестов. То есть еженочно мы знаем, по крайней мере, состояние мастера, насколько он у нас ухудшает или не ухудшает состояние по сравнению с предыдущими результатами автотестов. И в том случае, если разработчик подлил что-то, что совсем ухудшает регресс, то он просто рулбейчит свои изменения. Доработки регрессионные относятся... Доработки нового функционала относятся в регресс. Обычно, если говорить про автотесты, мы их разрабатываем где-то в течение квартала. То есть завели задачу, потестили руками. Ручные тестировщики отобрали у нас тесты в регрессионную тестовую модель. Заводим задачку на автоматизацию. Они подхватывают эти тесты. Ну и обычно в течение квартала они у нас их закрывают. Сильно быстро не получается, потому что тест-кейсы длинные и сложные. Хорошо, я понял. Спасибо. Пожалуйста.